Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на новой программе «Какие люди в Голливуде». И еженедельно в нашей студии мы будем встречаться с представителями шоу-бизнеса, которые волей судьбы оказываются у нас в Голливуде. Либо эти люди живут и творят здесь уже много лет, либо, согласно гастрольному расписанию, они прибывают, чтобы радовать нас с вами. Музыканты, певцы, танцоры, актеры, режиссеры – все-все в гости к нам. И, конечно же, вы, уважаемые телезрители, сможете принимать непосредственное участие в наших диалогах с гостями, отсылая на наш телефон в виде текстовых сообщений ваши вопросы к нашим звездам. Телефон 310-968-5990. Только тексты. Ну и сейчас разрешите представить вам мою соведущую. Спасибо, Люся. Это небезозвестная всем Татьяна Старычева. Конечно же, вы слышали ее голос, вы знаете ее уже на протяжении много лет, и я не побоюсь этого слова «звезда Голливуда» теперь вместе с нами в этой студии. Спасибо, Люся. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно приветствовать вас на нашей передаче, но сегодня речь будет абсолютно не обо мне. Сегодня я буду также хозяюшкой этой программы. О, какие люди в Голливуде! А в гостях у нас Олег Фриш. Итак, встречайте, добрый день. Я не просто осмотрю, я так заслушался, так вот как по маслу, знаете, как вот все идет. Дорогая передача. Сначала я подумал несколько так претенциозно в Голливуде, а на самом деле потом подумал, клуб, в котором я выступаю в воскресенье, он находится в Голливуде, даже почтовый адрес Голливуд, гостиницы, в которых живут, тоже написано в Голливуд. Да и русские места наши дорогие тоже в Голливуде. Там магазины, рестораны. Так что Голливуд вполне земное место, не где-то там на горе, на стене, где-то на знаменитой. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз мы рады, что прямо с самолета нам удалось заманить вас к нам в студию. Это правда, с самолета, да. Вот, и поделитесь планами на ближайшие. Ну, я специально приехал в этот раз для участия в концерт. У меня концерт не в русском месте. Это известный джазо-клуб «Каталина». Клуб, в котором выступают на самом деле настоящие звезды мирового уровня. Не знаю, чем я им приглянулся. Решили пригласить. Я сказал, хорошо. Ну, а что отказываться, когда приглашают, правильно? Поводом послужил вот этот диск, который мы записали тоже в Голливуде, в студии Capital Records. Это знаменитая компания Capital Records Studio. Записали мы его вместе с оркестром Патрика Уильямса. Это известный аранжировщик, известный дирижер, композитор. У него два «Оскара», два «Грэмми». Он будет стоять на концерте. И записывал этот диск, я с оркестром в студии параллельно. Оркестр, который компонировал на записи и Фрэнку Синатри, и Нэтали Кол, и Шер, и Бэт Мидлер, Берри Манилову. И записывал этот диск некто Алл Шмидт. Это единственный в мире человек, звукопродюсер, у которого 20 премий «Грэмми». Он начинал еще в 50-е годы. Какие люди в Голливуде. Вот это да. И Алл Шмидт начинал еще тогда ассистентом звукопродюсера в Голливуде, потому что он прославился тем, что он записывал музыку легендарного композитора Генри Манчини к фильму «Хатари», «Завтрак у Тиффани», «Мун, Рива». Олег, а такой вопрос на засыпку. Вас знают очень многие наши соотечественники как телеведущего. Вас знают как шоумена. Вы известный человек, вы желанный гость на любых ивентах, на праздниках, на вечеринках. Только редко хожу. Бывайте. И как вот сложилось так, что теперь вы стали поющим ведущим? Это случилось еще в Советском Союзе, для того, что я работал в организации под названием «Росконцерт». И у меня был концерт в жанре, который сегодня практически уже не существует, это психологические опыты. Но поскольку я не люблю лечить людей, как это делали мои коллеги, там усыпили, спать, все. У меня был концерт «Живая энциклопедия». По ходу концерта я отгадывал задуманные имена великих людей, города, страны, мира, показывал объем памяти, феноменальные. И в конце раздавали людям каталоги с названиями песен. Было порядка 7 тысяч песен на 26 языках. Со мной был ансамбль, музыканты были, 4 человека, квартет. И я тут же исполнял задуманные песни, давал информацию полную, кто написал песню, композитор, кто первый исполнитель. Ну, тогда было меньше песен, потому что не было современной эстрады, где каждая звезда, каждая новую профессию представляет. Он не певец, он звезда. Поэтому была хорошая музыка, и я с удовольствием это делал. А потом на фирме «Мелодия» записал первый диск, это советское ретро, русское ретро, и как-то так пошло. Но я опять же, я себя не представляю, как поющий, говорили раньше, смеялись, но психологические опыты, корень какое слово? Псих. Ой, к нам поющий псих едет. И все ха-ха-ха. Отлично. Так что поющий псих. В прошлом. А вот можно спросить такой вопрос. Какое у вас музыкальное образование? Есть какая-то подготовка? Какими людьми вы работали в детстве? В детстве у меня все музыкальное образование, до училища были мои родители. У меня папа, он народный артист Украины, он дирижер хорови, хормейстер. Мама, она педагог по сообразованию консерватории, педагог по фортепиано. И я начинал петь у папы в хоре. Потом я поступил в училище музыкальное, неудачно, мне не нравилось. Я ушел, закончил школу. И как-то непарадоксально, я уехал из города Запорожье, в котором я родился, в город Тверь, Калинин, чтобы быть рядом с Москвой, ближе к Москонцерту. Ближе к народу. Да, чтобы в выходные дни ездить в Москву на концерты, пробиваться. Я закончил факультет иностранных языков. О, а мы все гадали. Вы профессиональный исполнитель или самородок, или профессиональный самородок. Я учился петь и продолжаю учиться вокалу. Кстати говоря, с армянской певицей, с певицей, у которой два армянских грэмми. Это Татевика Ганесян. Вау. Вот, и у меня педагоги были замечательные. Во-первых, это записи. У меня огромная коллекция дисков, больше шести тысяч. Потому что, когда я готовлюсь к передачам, я обязательно должен досконально знать материал о том человеке, о котором идет речь. Идет речь. Коллекция с бренда Ли, Глория Гейнер, Донна Саммер. Ну, все это все есть. Это есть в интернете. Да, мы видели потрясающая коллекция ваших фотографий с вашими гостями. Но там не только фотографии, там есть сюжет уникальный. У меня сегодня хотят покупать и покупают сюжеты японское телевидение, итальянское телевидение. Вот они не могут дойти вот до этих людей. Има Сумак. Легенда Има Сумак. Это одна из самых значительных певиц в прошлого века. Заводить полезные связи, Ваш секрет, как вы доходите до них? Долго рассказывать. Система, система. Чуть-чуть времени есть, поэтому в двух словах можете поделиться с нами. Ну, я 7 лет пытался этот проект начать. И вот прошло 7 лет, пока эта индустрия как-то меня к себе приблизила и впустила. Это колесо крутонулось. То есть не за один день это было? Да нет. Если я покажу какому-то из артистов, даже если он подписывает диски после концерта, говорит, что я Олег Фриш, это Russian Television, да, и так далее, то, конечно, они и по большому счету это не нужно. Только если они на гастроли, только если покупают диски, только если это часть бизнеса. Для американцев телевидение это часть бизнеса. Они не играют как русские. Ой, мы звезды, у меня маникюр, педикюр, я интервью не даю. Нет, все с большим уважением с огромным относятся люди. У нас был случай очень любопытный. Дона Саммер, которую, ну, представлять никому не нужно, звезда, королева диска, мы приехали в студию в назначенное время. Это была, вернее, не студия, а номер в отеле, который мы сняли для записи. И я удивился, певица была уже в студии, она была уже подготовлена, она уже была в гриме, и она нас ждала. В образе уже. Понимаете? Они абсолютно, вот до противного, до тонкости профессиональные люди. Никто никогда не сказал, что, ой, что это такое, я вас не знаю, никакого там разговора. Нет. Если они уже на это согласились, они полностью делают поиск в интернете, кто я, что за канал, что за программа, а кто там был. Они могут позвонить, допустим, Дона Саммер звонит, там, Глория Гейнер, или там, группе Village People, и спрашивает, а ты была, ты была, ну, как, глупости не было. Ну, все, ну, хорошо, мы согласны. В общем, все на высоком уровне, с их стороны. А, то есть, как я вижу, вы уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. Я стараюсь. Но вообще каждый из нас хочет себя рекомендовать только с хорошей стороны. Да, и это, конечно, достичь этого. Самое главное, что в том, что вы должны знать предмет. Вы не можете артисту американскому сказать вот то, что делают люди на русских каналах. Расскажите о себе. О чем? Ну, у человека целая жизнь, биографика, который знает весь мир. Что еще расскажите о себе? Три тома «Войны мир». У меня вот этот диск получился ведь случайно. Есть такой легендарный певец Энди Уильямс. И мы были в городе Брэнсоне, в штате Миссури. Уникальный город, кстати. 6 тысяч населения. Одна улица, одна дорога. Улица, там, Рут, маршрут, там, условно, дорога 287-я, там, юг. И в этом городе 40 театров. И каждый день там проходит 100 шоу. Театр Доли Партон, театр Дика Кларка, Якова Смирнова, кстати, нашего русского комика. И театр Энди Уильямса. Ну, для меня Энди Уильямс, как и для миллионов людей, которые вот, ну, в американской музыке, это, ну, легенда. Это легенда. Это человек, который, ну, молиться нужно. И по ходу интервью я что-то напевал, он вспоминал песни, потом он сказал, что он какую-то песню забыл, я ему ее напомнил. Он сказал, что у вас приятный тембр, запишите диск. Я ему говорю, вы, наверное, шутите, кто я и кто вы. Вы Энди Уильямс. Ну, а что вы? Он говорит, знаете, я тоже, когда начинал, никто моего имени не знал. Попробуйте. И он мне дал пару советов, как собрать диск, как его сделать необычным. Это все было в течение буквально 5-8-10 минут. Потому что время четко ограничено, но перед концептом. И я подобрал материал, я нашел Патника Уильямса, я мечтал с ним работать, потому что я знал его музыку. Я знал музыку его к фильмам, музыку к инструментальной, там, Too Hip for the Room. У него есть такое произведение, я обожаю его. Вот. И я знал, что это тот человек, который сделал два последних дуэтных альбома Фрэнка Синатри и Натали Колл. А, именочку Барбара Страйзен. Ну, как же. Вот. И мы как-то вот сошли с ним, я ему отправил демо. Он говорит, все замечательно, пришлите, как вы поете. Вот я хочу послушать. Я прислал ему демо. У меня какие-то фонограммы старые, я просто наложил голос. Вот. И как демо послал, он говорит, да, приятный голос, вы легко свингуете, все легко, давайте позитивный материал. Я говорю, знаете, я сам не хочу перепевать то, что было. Summertime, опять нужно петь Fly Me To The Moon, опять Нью-Йорк. Нью-Йорк, не нужно, делайте, что вы хотите. Я подобрал 20 песен, мы оставили 15. И вот эти песни вошли в этот диск, и потом уже как-то страна стала узнавать, причем американская Америка. И они стали приглашать на концерты. Я удивился, когда мне позвонили из Metropolitan Room, это такой джаз и кабаре клуб в Нью-Йорке. Мы отработали там, ну это я и музыканты, а не я и Петр Первый. Отработали там 6 концертов, 5 аншлагов. Один концерт был в понедельник, не очень такой удачный. И потом вот из Каталины я получил имейл от хозяйки. И я думаю, это шутка. Я вообще думаю, это шутка, когда что-то происходит. Ну 1 апреля еще не скоро. Это не может быть шуткой. что шутка, что люди шутят. Слушай, я к себе самокритично отношусь. Если получше. Но я-то свой. Ну вот мы, например, узнали о вашем приезде, о том, что будет в Каталине концерт, и о том, что вы ожидаете здесь 4 марта с джаз-бендом. Мы узнали это из статьи в журнале «Факт». «Факт»? Хороший журнал. Она у нас с собой. Малик в дурмашке. Да. Вот. Но также мы знаем без статьи, что это не первый и не второй даже приезд вас в Лос-Анджелес. Что у вас связывают с Голливудом самые что ни на есть глубоко идущие творческие разработки, опыт, планы и так далее. Ну, во-первых, мы здесь много снимали сюжета в моей программе. Я вам скажу честно, когда я приехал первый раз в Калифорнию, она мне не понравилась. Так что? Не понравилась. Я не знаю почему. Когда вы приезжаете в город, в котором тебя никто не знает, и вы не знаете, в какую дверь прийти на ужин и с кем пойти на обед, естественно, город, он как бы и не нужен. То же самое было, когда я приехал в Манхэттен, когда я оказался на парк-авеню. Еще вот здание, где Мэтлайф, страховка, там раньше страховая компания в этом здании была компания, авиакомпания Панам, Панамерикан. Она закрылась. Я вот встал, посмотрел на это здание и подумал, боже мой, блин. Куда я приехала? Зачем? Зачем? В Москве все замечательно. Замечательно все. Путь грядет. Мы не знали об этом еще. Зачем приехал? И вот как все пошло. И когда я стал приезжать сюда, у меня сейчас много друзей, очень здесь, причем люди еще известные. Я очень горжусь тем, что мы познакомились, не могу сказать, что мы дружим, но очень у нас теплое отношение с Константином Эрбеляном. Он изумительный, абсолютно человек. Эльмира Уразбаева, певица, которая была когда-то первой ведущей «Голубого огонька». Очень много музыкантов здесь живет. Легендарные личности, которых знает весь. Олег Видов, кстати, Светлана Портнянская, если Света смотрит, Света. Тут уже Пола Анку. Мы сняли сюжет с композиторами Джерри Германом, который писал «Хеллоу, Долли», и Джонни Манделлом, который писал музыку для всех фильмов с участием Элизабет Тейлора. «The shadow of your smile when you are gone». Это тоже Джонни Манделл. Так что… Сейчас точно с твоим. Приятно. Приятно. Да, теперь начнем. Музыка. Мелодии. Понимаете, не пишут мелодии. Сегодня не пишут мелодии. Другая эра. Generation X. Эра не отменяет смысл музыки. А смысл музыки в мелодии. Вы даже выйдете после концерта или прослушав диск, или даже после бродвейского мюзикла и напевать какую-то мелодию. А сейчас даже мюзиклы, там есть музыка, но вы ее не можете повторить. Вы не можете ее спеть. Она не откладывается. Раньше как-то вот раз и легло. Просто слой в память. Крутится волчок в голове. Крутится и крутится и крутится. Сергей Сарычев крутится. Знаете, вот крутится. Крутится. До сих пор крутится. Так, может, прокрутим видео? А давайте посмотрим сейчас видео Олегов. Давайте. Это мой любимый. Да. Давайте сейчас посмотрим на видео, чтобы не просто говорить и показывать руками. Мы не поняли о чем. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, очень-очень легко, приятно, душевно. Но в концерте все лучше, когда они монтированы, когда все настоящее, живое. Я вообще люблю живые концерты. Ну я вижу, там очень много юмора у вас. Вы с юмором поете, с задором таким. Позитивно. С душой. Вот я, кстати, на самом деле, я не понимаю, когда выходит какой-то молодой певец или певица, начинает петь о разбитой любви, о том, что жизнь прошла, 17 лет, все. Вот не по возрасту. Раньше было другое. Я помню, была девочка грузинская, Ирма Сахадзе. Она пела оранжевое небо. Но это песни по возрасту. Да. Пусть всегда будет солнце, что-то такое светлое. Ну а как же, так должно быть. Ну что ж, в 17 лет уже жизнь прожита, и пора на кладбище. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях Олег Фриш, который специально приехал к нам для того, чтобы дать концерт 4 марта в джаз-клаб Каталина. Это на Голливуде. Естественно, все лучшие люди в Голливуде. Поэтому ждем вас в воскресенье в 7.30 вечера на концерте. Если вы поклонник джаза, если вы хорошее настроение и хотите провести время в хорошей компании, в приятном месте и с Олегом Фришем, то обязательно не забывайте про этот концерт. Ну и... Музыканты будут меня замечать, у меня будут гости легендарные. Расскажите о гостях. Ну, мы разослали приглашение очень многим людям, ну, причем как бы не просто по электронной почте, а с ними говорили, пригласили Натали Кол, пригласили Франка Синатра, младшего, пригласили Джонни Манделл, который написал песню «Тень твоей улыбки», «The shadow, your smile», вот Джерри Германа, естественно, «Hello, Dolly». Это была, кстати, вообще первая песня на английском, которую я услышал в жизни. «Hello, Dolly». Все, никакие комментарии не нужны. Икона. Вот, вот это хит, вот это всемирный хит. Одна фраза. Да. Одна фраза и стала крылатой. Да, и так что, ну и конечно, знаете, чем хороши джазовые клубы? Очень демократичные места, столики, можно расслабиться, можно поесть, попить и послушать живую музыку. Да, полезно и это приятно. Знаете, джаз над вечерним Голливудом. Что может быть лучше? Самое лучшее тоже может быть там. Да. Конечно. Особенно, когда приятно то, что вот действительно из русской комьюнити человек так вот прорвался, и вот действительно вас слушает американская публика. Слушают, да, это только начало. И удивляются. Ну, на самом деле, одна из тем их передач, это русские, которые становятся популярными в Америке, и о которых, к сожалению, русские вообще почему-то мало поддерживают друг друга, я хочу сказать. Ну вот мы этой передачи и хотим поддержать. Есть такая певица, которая собирает битковые аншлаги стадиона Регина Спектр. Есть Максим Чемерковский, который танцует со звездами. Есть Энтони Федоров, Толик Федоров. Абсолютно очаровательный человек, который... И я надеюсь, мы всех их увидим здесь. Да. Обязательно. Приглашать, приглашать. Будем приглашать. Не будем приглашать, потому что это в наших интересах поддерживать людей таких творческих, таких позитивных, таких душевных. Если уж вас американцы полюбили, то наши должны просто носить на руках. Сначала уже поддержать. Наши знают больше меня по передачам, потому что я в эфире русских каналов с 91-го года. Это большой срок. У меня почти 2000 программ сделано. Я сейчас вспоминаю. Ну да, у меня были такие периоды подъема, когда по три программы в неделю я делал. Это очень много. Верим, верим, верим. Какой вы сегодня пришли к нам на студию, цветущий и улыбающийся, не верим. Поющий. И поющий. Ну а как, даже положить по нему. Знаете, как людям тяжело жить на самом деле? Не просто, особенно людям, которые приезжают. Я вообще люблю людей пожилых. Музыка, которая пою, она... Ну, джаз, он как бы для всего возраста. Ну вот моя часть телевизионная и радийная, она для людей, конечно, которые в том времени, которые в ретро. Потому что герои моих передач, это люди, о которых я не позволяю забывать. Вот я почему-то убежден, я вот такой выкапыватель. Я хочу, чтобы сегодня люди помнили, кто такая. Тамара Мянсарова, Маргарита Суворов, Муслим Магомаев, Ирина Бржевская, Галина Нинашева. Вот люди, с которыми когда-то, с чьими голосами мы росли, и они ведь, многие еще из них, слава богу, живы на этой земле. Мы имеем легенды. Да. Живые легенды. И вот я считаю своим долгом обязательно... У меня в концерте есть сюжет... Вы как музейный хранитель просто. Да, посвящен памяти Эмиля Горовца. Очень легендарный певец. О нем тоже, к сожалению, сейчас забыли. Я считаю, это был один из выдающихся советских певцов. Ну, он жил в эмиграции много. Поэтому это очень важно, не давать забыть. Чтобы помнить. Мы, конечно, не дадим забыть. Мы начинаем это в Холливуде. Стена концерта, на концерте. Да, все на концерте. Мы начинаем это в Холливуде, и мы делаем это с Люсей. И мы делаем это специально во имя культуры, во имя искусства, во имя души. И самое главное, мы делаем это на русском языке, чтобы люди понимали, чтобы наши люди понимали, что есть в нашем Холливуде люди. На самом деле, я сейчас анализирую свою жизнь, и что я сейчас сообразил. Я всегда все делаю впервые. Вот, ты сказал, на русском языке, я записал диск, который еще не вышел. Это русские песни. И впервые в истории советской песни их аранжировал американский аранжировщик Дэвид Бергер. Их впервые записал американский оркестр, его оркестр в Нью-Йорке. Они даже меня лгуном посчитали. Они сказали, что, да нет, это, наверное, малоизвестные американские песни, это не русские песни. Я говорю, это русская музыка. И потом уже Дэвид подтвердил, говорит, да, это русские песни, вот пластинки, которые Олег принес. Это очень интересный проект, он выйдет, я думаю, в конце этого года. Там потрясающие мелодии, Саульского, Арбеляна есть песня Константина Гапароныча. Фантастические песни. Вот не должны люди это забывать. Да, это просто... Обязательно вернитесь нам с этим. Хорошо, когда за проект этот сложится, обязательно вернитесь. Мы знаем, что у вас теперь есть, вы не скучаете в Лос-Анджелесе, есть у вас здесь с кем провести время, где выступить, с кем поужинать, план действий. Поэтому мы... Урок вокала, дыхание. Обязательно, да, мы ваш план, если можно, тоже так подкрадёмся. Да не вопрос, пожалуйста, жалко, что ли. Это хорошо, что не жалко. Ну что ж, мне остаётся только напомнить, что собрались мы здесь по поводу приезда Олега Фриша на его единственный и неповторимый концерт в Каталина Клаб Воскресенье. В 7.30 вечера, welcome to Hollywood. И здесь будет хорошее настроение, душевная музыка и весь этот джаз. Конечно же, теперь мы к вам в гости, Олег. Мы с Татьяной обязательно... Я мечтаю об этом, я уже начал отсчитывать минуты, часы, секунды, дни до этого времени. Осталось немного, сегодня два с половиной дня. Дней немного, да, минут побольше, секунд масса. Но, тем не менее, увидимся скоро и до новых встреч в эфире на программе «Какие люди в Голливуде». И присылайте ваши вопросы нашим героям на наш телефон 309-310-968-599-0. До встречи. Bye. Субтитры подогнал «Симон»!